Представители Великоустевского района участвуют в конкурсе только второй раз. Всего соревнуются 14 учебных заведений по всей области, которые территориально поделены на три региона. Восточные, помимо Устюжан, выступают дети из Кич-городка и Никольска. Девочкам нужно продемонстрировать теоретические знания и практические умения в швейном деле, мальчикам в столярном деле. За правильность выполнения задания ученикам начисляются баллы. Есть у нас критерии оценок, есть и теоретическая, и практическая. Все эти критерии оцениваются, суммируются, и потом получается общий балл. И у кого будет все больше баллов за теорию, за практику, то считаются победители. Победители получают диплом и памятные подарки от спонсоров. В мастерской у юношей шумно. Всего за 20 минут им необходимо по чертежу смастерить угольник. Чем точнее получится измерительный инструмент, тем лучше будет оценка. У девочек задание тоже не из легких – шить пижамные штаны. По мнению преподавателей, больше всего шансов на победу Кристины Соколовой. Мастерица уже выступала за школу в прошлом году и показала хорошие результаты. Проигрывать ученица не собирается. В прошлом году были как бы легкие вопросы. Например, более легче, там, наверное, за 5 минут, наверное, все это сделала. И также штаны легко сделала. В этом году так только, наверное, когда шить легче намного, чем теоретическая часть. В том году вот кто победил в конкурсе и как думаешь, победишь ли ты в этом? Не знаю. Может быть, у меня в этот раз сложные вопросы были, так я поэтому не знаю еще, может быть. Ну, для меня будет позорно, если я проиграю, ну, второе место, например, даже. В итоге Кристине краснеть за себя не пришлось. Она заняла первое место. Также от восточного региона на областной этап Череповец поедет Алексей Макаров из Кич-городка. А самые лучшие мастера будут защищать Вологодскую область на общероссийском уровне. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков. Новости Великого Устюга.